АПЛОДИСМЕНТЫ Снизу мама у меня была, как вы знаете, много раз об этом говорю, семья рабочая. Отец рабочий, мастером работал в последнее время, техникум закончил. Мамы не было образования даже среднего, она просто была рабочей. И нянечкой работала в больнице, и кем только не работала, и дворником работала, сторожем ночным. Не хотела меня оставлять в детском саду, в яслях. Поэтому, конечно, я всегда очень тонко чувствую, слава Богу, до последнего времени это было и есть. Надеюсь, сохранится очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек. То есть на мировом уровне вы на стороне тех, кто не хочет? На мировом уровне, конечно, это входит в круг моих обязанностей, смотреть, что происходит на мировом уровне. Я за то, о чем только что показал, за демократические отношения, с учетом интересов всех участников международного общения, а не только интересов так называемого «золотого миллиарда». Понятно. Мы с вами встречались ровно год назад. Тогда атмосфера и обстановка международная были вполне уже напряженные. Но, конечно, когда мы смотрим на тот октябрь из этого, кажется, что там просто идиллия была. Очень многое изменилось за год. Буквально мир перевернулся, как некоторые говорят. Вот для вас лично, что изменилось за этот год? Внутри, я не знаю, в вашем восприятии мира, страны? То, что происходило в последнее и происходит сейчас, в том числе, скажем, на том же украинском направлении, это не изменения, которые происходят вот сейчас или после начала специальной военной операции России. Нет, все эти изменения, они идут в течение многих лет уже давно. Просто на это так или иначе кто-то обращает внимание, а кто-то нет. Но это тектонические изменения всего миропорядка. Вы знаете, вот эти тектонические плиты, они же постоянно находятся в движении, где-то в коре земной. Когда, как специалисты говорят, двигаются, двигаются, всё спокойно и тихо. Но изменения всё равно происходят. Вот в том раз, зацепились, энергия накапливается, накапливается, потом, пум, сдвинулись. Происходит землетрясение. Вот накопление этой энергии, так, и потом её всплеск такой привели вот к тем событиям, которые происходят. Но они происходили раньше. Ведь в чём суть этих происходящих событий? Возникают новые центры силы, я всё время об этом говорю. Да и не только я, разве во мне дело? Они происходят, ну, по объективным обстоятельствам. Что-то, значит, уже увядает там из прежних центров силы. Сейчас я не говорю даже, сейчас не хочу говорить, почему это происходит. Но это естественный процесс роста, отмирания, изменений. Нарождаются новые центры силы. В основном в Азии, конечно, Африка впереди ещё. Да, Африка очень бедная, очень бедный континент пока, но, смотрите, потенциал какой колоссальный. Латинская Америка, всё это будет точно совершенно развиваться. Происходят вот эти тектонические изменения. Но то, что не мы, а именно Запад довёл до сегодняшней ситуации, если вопросы будут, я готов ещё раз к этому вернуться, к тому, что происходит на Украине. Мы что ли совершили там госпереворот, который привёл к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали. Но не важно, а важно то, что тектонические изменения происходят и будут происходить. И наши действия здесь ни при чём. Они, да, действительно, они просто высвечивают происходящее событие более ярко и подталкивают некоторые процессы, которые начинают развиваться, может быть, быстрее, чем это было до сих пор. Но в целом они являются неизбежными. И это происходило бы вне зависимости от того, как действовала бы Россия на украинском направлении. А если про наше государство говорить, Вы что-нибудь новое за год о нём узнали? Вы знаете, что касается нашего государства? Конечно, у нас есть издержки, и прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я всё время об этом думаю. Но есть экономические потери, но есть огромные приобретения. И то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счёте, я хочу это подчеркнуть, в конечном счёте идёт на пользу России и её будущего. С чем связано? Это связано с укреплением нашего суверенитета. Это связано, да, причём по всем направлениям. И в данном случае, прежде всего, в экономической сфере. Ведь совсем недавно ещё мы сами с тревогой думали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию. Мы ничего не можем сделать без наших западных партнёров, ни финансовых расчётов не можем произвести, ни технологий у нас не будет, значит, рынков не будет, ни рынков сбыта, ни источников приобретения новейших технологий. Ничего нет. Стоит ему только щёлкнуть, и у нас всё разваливается. А нет, ничего не развалилось. И фундаментальные основы существования российской экономики и самой Российской Федерации оказались гораздо более сильными, чем кто-то об этом думал. Даже, может быть, мы сами. И вот это очищение, вот это понимание своих возможностей, умение быстро перестроиться в сегодняшней ситуации. И объективная необходимость не только ускорить процессы импортозамещения, но и заменить тех, кто уходит с нашего рынка, оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех, кто уходит. Всех тех, кто уходит. Они ещё на ухо шепчут, мы ненадолго уходим, мы скоро вернёмся. Ну а как? Продают за один доллар, там, многомиллиардное имущество. Почему? Менеджменту продают. Это что такое? Значит, договорённость с менеджментом есть, что вернуться. Ну а как иначе-то? Что подарки такие двум-трём конкретным физическим лицам, что ли, делают? Нет, конечно. Да мы знаем эти настроения. Поэтому вот это чрезвычайно важная вещь. Мы сами, наконец, осознали, мы всё время говорим, мы великая, великая, мы великая страна, мы можем это сделать. Мы понимаем среднесрочные последствия негативного характера, связанные с закручиванием технологий. Так нам и так закручивали все критически важные технологии. Как умовские списки вроде отменили, они реально действовали на протяжении десятилетий. Сейчас обострили, конечно. Ничего, выяснилось, что получается у нас, оказывается. И ещё одна очень важная составляющая – она носит такой духовный характер. И, может быть, это самое главное. Во-первых, вот этот широкий лозунг «Своих не бросаем» на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского и представителя других этнических групп россиян. И готовность бороться за своих людей ведёт к сплочённости общества. В этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы её подтвердили и укрепили. И вот это самое главное. А есть что-то за этот год в нашей стране, что вас по-настоящему разочаровало? Да нет. Нет. То есть оргвыводы не нужны? Никаких, так сказать, особых изменений не следует? Ну, оргвыводы всегда нужны. Если вы имеете кадровое решение, это естественный процесс. Сейчас всё время нужно думать об обновлении по различным направлениям, готовить новые кадры, выводить на новый уровень людей, которые способны работать над задачами более высокого уровня, чем те, над которыми они работали раньше. Конечно, это естественное дело. Но так, чтобы сказать, что кто-то меня в чём-то разочаровало, нужно кого-то разгонять, такого нет, конечно. Отлично. Владимир Владимирович, Ваше решение начать специальную военную операцию в феврале было, конечно, большой неожиданностью для всех, в том числе и для большинства граждан России. Вы многократно объясняли логику и причины, мы знаем, но всё-таки. Это решение такого масштаба, который, наверное, не делается без какого-то особого толчка. Что случилось перед этим решением? Я уже много раз говорил, вряд ли сейчас скажу что-то новое в этой аудитории. Ведь что произошло? Я уже не говорю там про расширение НАТО, которое за счёт Украины, которое было абсолютно неприемлемым для нас. И все это знали. Мы просто игнорировали, напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности. И очередная попытка в конце прошлого года в очередной раз провалилась. Нас просто послали подальше и всё. Сказали, ладно, сидите там. Ладно. Не буду говорить лишних слов. Но, в общем, проигнорировали. Это первое. Второе, что важно, при поддержке своих западных кураторов, представителей и киевского режима, публично ведь отказались от выполнения Минских соглашений. Руководитель сказал, что ему не нравится ни один пункт в Минских соглашениях. Публично же сказано. Другие высшие должностные лица прямо заявили, что они не собираются этого делать. Бывший президент сказал, что он подписывал Минские соглашения, но исходило из того, что они не будут никогда реализованы. Но чего ещё больше-то нужно? Ведь одно дело, когда что-то нужно внедрить в сознание миллионов с помощью средств массовой информации и интернета, а другое дело – реальное дело, реальная политика. Вот это всё проходит как бы для миллионов людей о том, о чём я сейчас сказал, незаметно, потому что это топится в информационном поле. Но мы-то это знаем. Вот это всё было сказано, наконец. Что это означало для нас? Для нас означало, что мы должны что-то делать с Донбассом. Но люди 8 лет под обстрелами живут, которые, кстати, и продолжаются до сих пор. Но мы должны были что-то для себя решить. А что мы могли решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы – это вообще неприемлемо. Значит, должны были бы сделать следующее, что мы сделали – включить их в состав Российского государства. Они одни не выживут. Это очевидный факт. Но если мы признаём, значит, включаем состав Российского государства, по их воле, мы же знаем настроение людей, а эти самые обстрелы и готовящиеся очередные военные операции со стороны киевского режима продолжаются и неизбежны, они же две провели, две крупномасштабные военные операции, которые закончились безуспешно, но они же были. А обстрелы бы, безусловно, продолжались. Дальше мы что должны были делать? Проводить операцию. Но чего ждать, пока они начнут? И мы знаем о том, что они готовятся. Ну, конечно, это просто неизбежная логика событий. И эта логика была сформирована не нами. Ну, вот в 2014 году. Зачем надо было проводить на Украине госпереворот? Янукович фактически отказался от власти. Согласился провести выборы досрочно. Ясно было, что… Ну, шансов… Виктор Фёдорович на меня не обидится, но у него было мало шансов, если они вообще были. И зачем надо было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный, антиконституционный переворот? Ответа нет. Ну, может быть, только один ответ. Показать, кто в доме хозяин. Всем сидеть, извините, меня перед домами прошло извинения, всем сидеть на попе ровными. И не крякать. Будет так, как мы скажем. Но вот по-другому я просто не могу объяснить эти действия. Совершили госпереворот. Люди не захотели это признавать ни в Крыму, ни на Донбассе. И всё пошло. И всё пришло вот к сегодняшнему трагическим событиям. Но что мешало тому же так называемому Западу реализовать договорённости, которые были достигнуты в Минске? Да, мне вот лично говорили. Ну, вот в тех условиях и ты бы всё подписал, если бы был в таких условиях. Ну, послушайте меня. Но они же подписали. Подписали. Значит, и настаивали на том, что руководители двух тогда непризнанных республик Донбасса поставили свои подписи. Потом взяли одного из них, убили вообще Захарченко. Ну, вот всё вот эти действия и привели к сегодняшнему трагическому событию. Вот и всё. А нет у вас ощущения, которое, честно говоря, есть в обществе, что противника недооценили? Да нет. Мы же… Вы знаете, в чём дело? Дело в том, что мы видели, что происходит. Ну, вот восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. Ну, и, конечно, лезть туда постоянно, нести потери безоснователей бессмысленно. Значит, это первое. Второе, что мы прекрасно понимали, отдавали себе отчёт, в том, что этот процесс-то будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы несли бы больше потери. Вот какими соображениями мы руководствовались. Освоение, на натовское освоение территории-то полным ходом шло. И сейчас идёт, и тогда шло. Эти укрепрайоны были бы не только по линии соприкосновений сегодняшней Донбассе. Везде были бы. Вот и всё. И то, что сейчас мы видим, когда с юга, с севера наши войска так обжимают Донбасс, это одно. А в условиях, когда бы ещё несколько лет создавали укрепрайоны по всей стране, проводили обучение, и накапливали бы там системы вооружений, которых никогда не было, ну и многих и сейчас нет, была бы абсолютно другая ситуация для России, даже с точки зрения проведения этой специальной военной операции. Вы неоднократно говорили и писали в программной статье, что мы один народ. Вы не изменили эту точку зрения за год? Нет, конечно. А как можно это изменить? Это факт. Это исторический факт. В IX веке у нас на наших территориях зарождалась российская государственность. Сначала в Новгороде, потом в Киеве, потом всё это вместе росло. Значит, это единый народ. Говорили на одном языке, на древнерусском. И изменения в языке-то начали возникать, по-моему, только в XIV или XV веке под влиянием Польши, потому что западные части российского государства оказались в разных странах. Ну вот отсюда изменения пошли. Конечно, я уже об этом говорил, с развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением. Ну, конечно. Но этот процесс происходил не сам по себе. Он происходил, во-первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы, ну вот те части, которые попали в, скажем, Польшу, там происходило явное ополячивание и так далее, язык начал меняться. Но я же говорил об этом, когда Украина присоединялась к России, писали письма-то в Варшаву и в Москву. В архиве же лезят документы. Там написано «Мы, русские, православные люди, обращаемся к вам с тем-то, с тем-то». В Москву обращались с просьбой принять состав России, а в Польшу обращались с требованием соблюдать интересы и их православные традиции. Но писали «Мы, русские, православные люди». Это же не я сказал. Это та часть народа, которую мы сейчас называем украинцами. Да, дальше всё начало происходить. По своим законам возникла огромная Российская империя. Европейские страны пытались и создали отчасти такой барьер между собой и Российской империей. Известный принцип ещё с античных времён – разделяй и властвуй. Вот начались попытки раздела единого русского народа. В XIX веке это начало происходить. А приобретало всё больше и больше размаха и поддерживалось прежде всего Запада. Конечно, в части этого населения это культивировалось. Кому-то это начало нравиться, особенности свои есть, исторические, языковые. Конечно, это начали использовать именно с этой целью – разделяй и властвуй. Ничего здесь такого необычного – это нет. Достигли определённых целей, безусловно. А потом это выродилось вообще в сотрудничество с Гитлером во время Второй мировой войны, когда украинских коллаборационистов использовали для проведения акций по уничтожению русских и тех же поляков, и евреев, и белорусов. Значит, хорошо известно, это исторический факт, каратели поручали самые грязные и кровавые дела прежде всего бандеровцам. Вот всё это – часть нашей истории. Но то, что в основе своей русские и украинцы – это, по сути, один народ, – это исторический факт. У нас же тогда гражданская война, получается, с частью собственного народа. Ну, отчасти, да. Но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин. И прежде всего потому, что, создавая Советский Союз после крушения империи, как я уже писал в своих статьях и говорил неоднократно, большевистское руководство того времени приняло решение, абы ублажить националистически настроенную часть большевиков, которые были родом с Украины, наделить их исконно русскими историческими территориями, не спрашивая населения, которое проживало на этих территориях. Передали туда всю Малороссию, всё Причерноморье, весь Донбасс. Причём Донбасс сначала решили отдать в Россию, потом приехала делегация с Украины, пришли к Владимиру Ильичу Ленину, он вызвал представителей Донбасса и сказал, надо перерешать. Вот перерешили, отдали назад в Украину. Но в этом смысле Украина, конечно, складывалась как искусственное государство, тем более, что после Второй мировой войны, это же тоже исторический факт, Сталин взял и передал в Украину ряд польских территорий, ряд венгерских, ряд румынских, отобрав у этих стран их территории, он полякам, которые не участвовали в гитлеровской коалиции, часть немецких земель, восточных немецких земель. Хорошо же известно всё, это же исторические факты. Таким образом сложилась сегодняшняя Украина. Но, честно говоря, вот сейчас я просто вот о чём подумал, откровенно говоря, единственным, настоящим, таким серьёзным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину. Гарант, ну про гарантов говорили, я помню, весной, потом всё это куда-то ушло. Всё-таки вопрос, наверное, риторический, учитывая, что идут боевые действия, там много всего. Но и вы, и официальные лица российские неоднократно говорили, что специальная операция идёт по плану. Вот всё-таки какой план, честно говоря, общество не очень понимает. В чём план? Вы понимаете, значит, мы изначально, ведь я изначально говорил прямо в день начала операции, самое главное у нас – это помощь Донбассу. Ну, посмотрите, значит, я уже упоминал об этом. Если бы мы действовали иначе, мы не смогли бы там с двух сторон вокруг Донбасса разместить наши вооружённые силы. Это первое. Второе – Луганская народная республика освобождена полностью. Идут мероприятия военные, связанные с самой Донецкой республикой. Ну и, конечно, когда наши войска подошли и с юга, и с севера, и стало очевидным, что люди, проживающие на этих исторических новороссийских территориях, видят своё будущее вместе с Россией, и как мы могли на это не откликнуться. Поэтому произошли те события, свидетелями которых мы все являемся, они возникли в ходе, как логическое продолжение ситуации, которая сложилась на данный момент времени. Но план был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы и исходим. А что конкретно там, что планирует генеральный штаб, ну это нужно, я знаю, конечно, что, но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать. Спасибо. Дорогие друзья, ну я удовлетворил своё первичное любопытство, монополизируя всё. Теперь, пожалуйста, желающие могут задать вопрос.